Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Доброго времени суток. Мы рады, что из всего многообразия телевизионных программ вы выбрали именно фабрику рукоделия. Сегодня снова будем шить вместе с хорошо знакомой вам мастерицей на все руки Анастасией Березовской. Здравствуйте. И сегодня я вам предлагаю сшить блузу из павлопосадского платка. Размер павлопосадского платка у нас метр на метр. В диагонали полтора. Этот размер платка позволит нам сшить блузу универсального размера оверсайз от 44 до 50 размера. Мы добавим к ней пояс и манжеты из трикотажа контрастного цвета, а ворот обработаем косой бейкой, подходящего в том платку цвета. Сперва мы отрежем бахрому. Она нам не нужна. А из бахрому можно сделать модные сейчас серьги кисти, идеально подходящие по цвету к нашей блузе. Приступаем к раскрою. Нам нужно сложить платок по диагонали. Выравниваем края и аккуратно раскладываем на столе. Сложили уголком. Здесь у нас двойной сгиб, здесь сгибы по одному. Эта часть будет серединой переда и серединой сгиба. Соответственно, вот эта часть, это будут наши рукава. Чтобы нам правильно выкроить горловину, мы возьмем любимую футболку, сложим ее пополам и приложим к середине нашего переда и спинки. И очерчиваем горловину. Это будет горловина спинки. Для переда мы сделаем вырез на 5 сантиметров глубже. Линию плеча мы нарисуем свою новую. Слегка опустим ее. Целиком не оставляем. Почему? Чтобы у нас была плавная линия плеча и не было большого мешка под рукой, нам нужно снять обхват запястья, чтобы наш рукав свободно одевался на руку. Примерно 22 сантиметра. Половину этой мерки мы ищем на рукаве. Отмечаем. С учетом припуска на шов. И перпендикулярно от линии плеча опускаем линию. Это линия пришивания манжета. Продолжаем раскрыть блузу. Теперь переходим к нижнему срезу. Полуобхват бедер равен 50 сантиметров. Половину этой мерки мы отмечаем внизу блузы. Теперь слегка скруглим линию бока. Отделяем от переда. В передней части углубляем нашу горловину. И теперь раскроем детали из трикотажа. Как вы помните, полуобхват бедер у нас был равен 50 сантиметров. Значит, полный обхват будет равен 1 метру. Мы отмечаем из нашей полоски трикотажа 1 метр и отрезаем. А оставшийся кусочек трикотажа мы делим на 2 манжеты пополам. Все детали готовы. Приступаем к пошиву. Чтобы не использовать оверлок, а наши швы были красивые и аккуратные, мы сошьем двойным французским швом. Бельевой шов он называется. Для этого мы детали складываем изнаночными сторонами внутрь, то есть строчку будем пропускать сперва по лицевой части. Теперь нам нужно срезать припуск на расстоянии 5 миллиметров от строчки. Теперь делаем еще одну строчку на расстоянии 5-6 миллиметров от края, уже по изнаночной стороне. Прежде чем сшивать все остальные швы, мы обработаем горловину. Для этого мы косую бейку сложим пополам и обошьем вокруг нашей горловины. Горловина готова. И теперь мы сшиваем все остальные швы тем же бельевым или французским двойным. Шов на деталях расправляем плоско в разные стороны, складываем детали пополам, чтобы шовчик у нас был внутри, и двойную вот такую детальку мы будем крепить к поясу и к манжетам. Теперь пришиваем трикотажные детали к блузе, а срезы обработаем зигзагом. Таким образом, за короткое время вы можете сшить нарядную блузу и отправиться в гости. Снова увидеть, как легкими движениями рук узорный платок превращается в нарядную вещь, вы сможете, если заедете на сайт телекомпании ТВИ, а также в нашу группу в социальной сети. Очередной заряд позитива и креатива, как всегда, ровно через неделю. Счастливо! До свидания! Если заглянете на сайт телекомпании ТВИ, а также в нашу группу в социальной сети, еще раз заглянете, заглянете, зайдете на сайт телекомпании ТВИ. Легкими движениями рук узорный платок превращается в нарядную вещь, и вы сможете, если зайдете, зайдете. Так, сейчас. Обхват бедер у нас равен полу... Так, еще раз. Еще раз давай. Теперь слегка скруглим. Еще раз. Давай. И... Что-то я белиберту какую-то скомела, да? КОНЕЦ